Два мероприятия. В результате власть сегодня нас ставит перед фактом, что мы должны участвовать вместе с вами в том нарушении закона, когда детское мероприятие идет в ТЮЗе и после этого родители с детьми возмущенные выходят и мы стоим там под ТЮЗом. Вы согласны, чтобы это нарушение было? Нет. Нет, я тоже не согласен. Поэтому мероприятие, за которое отвечает Ирина Дмитриевна, его там проводиться не будет. Этого мероприятия нет. Сейчас будет проходить другое мероприятие, за которое отвечаю я, Воробьев Александр Васильевич. Всем понятно? Понятно. Все. Вот. Теперь, значит, что делала эта сволочная, поганая, оккупационная власть у нас в Ярославской области? То, что всегда. То мероприятие, которое нами было заявлено, а мы бы заявили сегодня демонстрацию и митинг провести, значит, собраться на площади труда, провести с митингом, протисшествие по проезжей части на площадь Волково. Власть нам это не согласовала. Значит, нас 10 дней мурыжили. Власть, Кировская администрация, мэрия. Я ходил к замгубернатору по этому вопросу, с ним разговаривал, встречался. Нас говорили на площади Волково, значит, надо согласовать с собственником. Мы направили якобы к собственникам одна из фирм, олигарха Якушева. В конце концов, перед окончанием срока, собственник говорит, а мы не собственники там. Мы вообще, значит, сегодня уже этой фирмы нет. Нашей собственности нет, обращайтесь в мэрию. Нам второй раз пишут, согласовывайте с собственником, а собственник сама мэрия. То есть нас умышленно посылали, значит, говорили, там нельзя проводить, потому что согласовать нужно с собственником. А собственники они сами. Вот они нас в этом дурили. И чтобы мы не провели там, на площади Волково. Нам не согласовали шествия здесь. Потому что на сегодняшний день они, власть, говорят о том, что мы сегодня будем мешать всем остальным гражданам в городе Ярославле. Мы им говорили, мы согласны идти 15 минут. Мы заявили на 15 минут шествия от площади труда до сюда, вот до площади юности. 15 минут. И сказали, давайте за 15 минут у нас что революция свершится за это? Кто-то пострадает, закрыть вот здесь вот, дать возможность пройти 15 минут. Нам это тоже не согласовали. Мало того, когда мы согласились на площадь юности, мы не говорили, что мы не будем здесь ставить свое звукоусиление. Потому что мы оставляли все как было. У нас была заявлена звук, две звукоусилительных машины. На месте сбора, нашествии, на нам не согласовали, но было и на месте проведения митинга. Мы изменили место проведения митинга, но мы не говорили, что не будем ставить звукоусилительные машины. В результате сегодня те, кто эту власть обеспечивает, нам не пустили сегодня звукоусилительную машину. Куда не пустили? Даже в этот загон, в который загоняли, не пустили звукоусилительную машину. В результате власть сегодня нас делает с вами заложниками их преступных действий, которые на сегодняшний день совершает эта власть. Поэтому я принял сегодня ответственность на себя и с вами здесь провести встречу, как депутат Ярославской областной думы, как руководитель фракции КПРФ. Итак, мероприятие, которое планировалось там сегодня, его нет. Здесь проходит встреча со мной, как руководителем фракции КПРФ. Кто за то, чтобы провести встречу с руководителем фракции КПРФ? Воробьевым Александром Васильевичем, прошу голосовать. Поднимайте. У нас проходит встреча с руководителем фракции КПРФ. Все, кто меня записывает, органы пусть записывают. Встреча с руководителем фракции КПРФ Воробьевым Александром Васильевичем. Я вам, как руководитель фракции, хочу сказать, чего лишились мы сегодня в городе Ярославле из тех завоеваний Великого Октября. Что делает эта власть оккупационная, варяжская, которая захватила и город Ярославль, и Ярославскую область? Нас с начала года вместе с вами пичкали московским мусором. Мы с вами вместе боролись. Теперь для той регионального оператора, который называется Хартия, они сегодня им позволили. Первое. Установили такие сегодня тарифы, которые сегодня грабительские. И по этим тарифам уже, значит, берут, значит, начисляют по этим тарифам. Второе. Что они сделали? Они сделали сегодня для жителей сельской территории и других. Значит, они им высылают, даже если там нет мусорных контейнеров, они им платежки высылают. Вот на сегодняшний день, что сделала эта захватническая оккупационная власть у нас в Ярославле. Без согласования... Это в России власть захватили. В России захватили и у нас захватили. Поэтому, значит, дальше в Ярославле мы говорим восстановить прямые выборы мэра. Что делает власть сегодня? Она всех ярославцев убрала из правительства Ярославской области. И, значит, в результате и в городе Ярославле то же самое. И присылает нам человека, который не смог наладить хозяйство, пока он командовал, пока он занимался и руководил в Переславле. Он не смог наладить. Его ставят сюда. Сегодня было заседание в мэрии, где уже определили какие-то процедуры, по которым его сегодня должны не избрать. А фактически назначить с помощью послушных депутатов из Единой России. Я вам сегодня могу сказать... Вот смотрите. Мы сегодня с вами, когда говорим о Дне Великого Октября, мы видим, что сегодня власть, в виде о том, что народ все больше и больше поворачивается к советским ценностям, в этот период что делают они? Они грабеж усиливают, а заодно загоняют в стойло. Как в стойло, вот здесь им нужно загнать. Сегодня не согласовали на сегодняшний день. В Тамбове, значит, в нормальном месте, ни шествие, ни митинг в результате загнали на задворки. Сегодня в Костроме разговаривал с первым секретарем. То же самое. Не согласовали ни шествие, ни митинг загнали на задворки. Они не понимают, что на сегодняшний день, издеваясь над народом, тарифами и всем остальным, и сегодня вот увеличивая этот прессинг, они в конце концов получат новую. Я не знаю, она будет октябрской. Я не знаю, будет она ноябрской или февральской, но она точно будет социалистической революцией, потому что они к этому толкают. Вы поэтому продавляйте. Да, 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 да. Посмотрите, что в результате, как итоги революции, которая была та, великая социалистическая, во-первых, тогда устранили олигархов по нынешнему, а по тогдашнему помещиков, кулаков и прочих буржуев, которые грабили народ. Тогда, в 2017 году, 25% грамотных всего было в стране, советская власть обеспечила стопроцентную грамотность. Тогда врачей 20 тысяч было в 2017 году, через несколько лет их стало 100 тысяч, в пять раз увеличили количество врачей. А сегодня у нас медицина недоступна, в том числе у нас в Ярославле. Рабочий день при царе был более 11 часов, а большевики уже на пятые сутки советской власти сделали и 8-часовой рабочий день. Детский труд при царе был разрешен, большевики запретили детский труд. Мы внедрили, тогда большевики внедрили право голоса для женщин. Все люди были равны, имели доступное образование. Значит, любой мог стать по желанию врачом, инженером, космонавтом, кем угодно, имея бесплатное образование. Тогда, а сегодня как у нас происходит? Тогда имели возможность иметь жилье бесплатное, а сегодня грабежи, грабежи, грабежи по тарифам, по сборам, по капитальному ремонту и по всему остальному происходят у нас в городе Ярославле, в Ярославской области, а происходят в целом в стране, потому что дикий капиталист, дикая система, которая у нас остановилась, в нашей стране, она вот следствие всего этой системы, сегодня грабежи в Ярославле и в Ярославской области. Вот что происходит сегодня. Поэтому спасибо всем тем, кто поддержал в ходе выборной кампании. Сегодня в областной думе наша фракция уже не 4, а 11 человек. Но власть сегодня делает все для того, чтобы мы не могли пофамильно называть всех депутатов, жуликов, которые сегодня голосуют против людей. Мы опубликовали один раз их голосование в этом новом созыве, когда они не включили в повестку дня вопрос об отношении к закону о пенсионной реформе. Мы опубликовали это голосование. Что сделали они, единороссы? Они испугались, что пофамильно будете спрашивать с каждого депутата. В результате они изменили закон. Если сегодня можно было, вот до последнего заседания думы, 25% из присутствующих голосуют за поименное голосование. А это вопрос такой технический, какое голосование. И решение принималось. Но что сделали они? Они сделали, изменили закон. И сказали, что сегодня более половины должны принимать решение, поименное или нет. На последней думе нам удалось дважды провести поименное голосование до вступления в силу вот этого нового закона. Мы фамилии все опубликуем. Те, кто голосовал, чтобы отобрать право вам знакомиться, как они голосуют. Это мы опубликуем в фамилии, кто как голосовал. Но больше не будет поименного голосования, потому что Единая Россия никогда не проголосует за поименное голосование. У них больше половины все равно остается. Сегодня у них в областной думе вместо 42, у них 32 депутата. 42 было в прошлом созыве. Но нужно 26 голосов. Большинство, а у них 32. У них сегодня еще, пока сегодня, у них большинство в областной думе. Вот в этих условиях наша фракция сегодня выходит с законом о детях войны. Вышли мы с законом фракции о детях войны. Что сделали они? Мы даже пригласили руководителя областной организации детей войны. Мы пригласили руководителя ветеранской организации Ростова, где председатель думы нынешний. Там был главой ростовского района. И в тот период вот этот их руководитель обещал, что поддержит закон о детях войны. Не поддержала Единая Россия закон о детях войны. Правда, по предложению Константинова, председателя думы, сказали, давайте мы рабочую группу создадим и обсудим этот вопрос. Вопрос обсудят, но закон прокатили, не приняли. И так происходит по всем вопросам сегодня. Что нам делать завтра? Я хочу услышать от вас, жителей Ярославля, жителей Ярославской области, пришедших сюда в данный момент на встречу с фракцией КПРФ в Ярославской областной думе. А сейчас я слово предоставляю руководителю фракции КПРФ, в муниципалитете города Ярославля. Она тоже участник нашей встречи. Она сейчас отчитается, что сделала фракция сейчас и в этом году у нас в муниципалитете города Ярославля. И в чем нужна будет ваша помощь, жителей города. Какие наказы вы нам дадите сегодня? И фракции КПРФ в областной думе, и фракции в муниципалитете города Ярославля. Пожалуйста, Евгения Олот. Уважаемые товарищи, ярославцы, сегодня один из немногих действительно всенародных праздников, который во всем мире стал символом народовластия и социальной справедливости. И очень печально, что сегодня нам наш митинг приходится проводить в таких условиях. Не митинг, встреча. А, простите, встреча. Конечно, это однозначно встреча с депутатом областной думы Александром Васильевичем Воробьевым. Сегодня мы, коммунисты, защищаем права человека труда и в областной думе, и в муниципалитете города Ярославля. Мы защищаем те права и социальные обязательства, которые власть сейчас пытается минимизировать изо всех своих сил. КПРФ первыми встали на защиту ярославцев от московского мусора. Мы, муниципалитете, вынесли поправку о запрете ввоза мусора из других регионов. И в сентябре она была принята. Спасибо вам, дорогие ярославцы, за поддержку в этом вопросе, потому что только вместе мы с вами сила. Теперь есть рекомендация о запрете ввоза мусора на территорию Ярославской области и очередь за нашими законодателями, коллегами из Ярославской областной думы, чтобы это уже была законодательная инициатива, чтобы остановить окончательно и бесповоротно этот экологический беспредел. Мы вместе с вами, ярославцы, прошлой весной стали против передачи мафов и других объектов благоустройства на содержание за счет жителей многоквартирных домов. И мэрия свернула свою эту горе инициативу. Мы планомерно боремся за сохранение общественного транспорта, за сохранение размера тарифа на проезд. При вашей поддержке мы выступаем против ликвидации налогов и льгот инвалидов. Мы выступаем против точечной застройки Ярославля. Мы поддерживаем сохранение объектов культурного наследия нашего города. Боремся за увеличение финансирования детских дошкольных учреждений и школ. Только с вами, дорогие ярославцы, мы добились строительства школы в микрорайоне Сокол, которая начнется уже в следующем, в 2019 году. И это будет единственное строительство, которое будет начато в ближайшее время. Власть лишила простых ярославцев в 2014 году прямых выборов мэра. Лишила возможности всех горожан города самим выбирать власть. Сегодня на заседании муниципалитета наша фракция выступила с инициативой за возврат прямых выборов мэра города Ярославля. Вы, участники встречи, поддерживаете эту инициативу? Давайте проголосуем. Кто за? Все. Единогласы. Спасибо вам. Поэтому всех тех, кто сейчас здесь, кто причисляет себя к гордому званию, человек труда, я пользуюсь случаем, поздравляю с праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Только вместе с вами мы сила, только вместе с вами при вашей поддержке депутаты КПРФ могут защитить интересы горожан. Наше дело правое. Спасибо вам большое. А теперь к вам вопрос. Петровский выступил и сказал, пенсионерам пенсию отменить. Отменить. Да. Вот. И центральный уже показывал, поехал Москвы. Петровский, вы знаете? Хирург он. Он хирург. А вы знаете, с какой он фракции? Дима Хунточку, вы знаете, с какой он фракции? Он с Единой России. Правильно. Он сказал, я с Единой России. Правильно. Он не принадлежу. Я не вступил в партию. Правильно. А как она его тогда... Секундочку. Вот когда вы задаете вопрос, как депутаты-коммунисты в муниципалитете, в областной думе относятся к придурочным заявлениям того депутата, который себя сегодня вот так позиционирует и направляет, который всех идиотами называет. Он в Фейсбуке называет, что народ идиоты. Все, которые сегодня по пенсии возмущаются, они идиоты, с его точки зрения. Это он так говорит. А как мы должны его называть на сегодняшний день, когда он такие заявления делает? Сегодня ему нравится, что даже на федеральных каналах, РБК и других, сегодня его показывают вот с такими идиотскими заявлениями. Поэтому сегодня, что мы обсуждаем? Человека, который, я не знаю, у него мозги нормальные или ненормальные, но то, что у него мысли ненормальные, антинародные, это точно. Но вопросы не к нам, вопросы к фракции Единой России и в муниципалитете, и в областной думе, которую он представляет. Вот пусть за него фракция Единой России отвечает за его инициативу. Как мы можем сегодня повлиять на вопросы тарифов по мусору? Как повлиять на вопросы... Можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что вот сегодня на заседании муниципалитета я подняла этот вопрос. Всем известная история с пришедшими очень интересными платежками жителям города Ярославля, особенно тем, кто имеет недвижимость в частном секторе. Соответственно, этот вопрос в муниципалитете вот с колес отказались рассматривать. На ближайшем заседании комиссии по ЖКХ и благоустройству будут вызваны представители ХАРТИ и департамент городского хозяйства будут давать пояснения. Пока в таком режиме вопрос-ответ был ответ следующий, что была допущена техническая ошибка, техническая ошибка, то есть власть уже начала отыгрывать назад определенным образом, ссылаясь на техническую ошибку. Ну вот буквально через неделю мы выслушаем их аргументы. Пока я советую эти платежи не оплачивать. Какие платежи? Те, которые пришли за мусор в частный сектор. А с Москвы идет мусор? С Москвы поступает? Идет до сих пор, да, идет до сих пор. Но когда же остановят-то его? Объясняю. Этот и другие вопросы, которые вы задаете нам, как членам фракции, в муниципалитете КПРФ, в Ярославской областной думе. Сегодня грабеж идет со всех, в наших направлениях. Мы против этих грабежа боролись и боремся. Спрашивают, а когда? А тогда, когда состоится новая социалистическая революция, тогда будет по-другому. Сегодня мы боремся с этой властью, с антинародной, потому что это буржуйская власть, она грабительская, эта власть. Мы с ней боремся. Удается чуть-чуть что-то вырвать. Вот если бы мы с вами вместе не боролись против московского мусора, они бы не оглашали и не говорили, что только до конца года они будут сейчас валить московский мусор. Сейчас они втихаря, как есть информация, пытаются договориться, чтобы мы не знали продолжать этот завод сюда. Мы сделаем все для того, чтобы этого продолжения не было. Это первое. Второе. Они поставили сюда региональным оператором по всем мусорным делам сына генерального прокурора Чайку, который в Москве получает деньги за то, что он мусор оттуда вывозит. Он там ответственный за вывоз мусора. А здесь получает, берет с нас деньги за то, что сюда привозит. Значит, там получает и здесь получает. Все тарифы еще такие сделали на сегодняшний день в сговоре с областной властью для этой хартии. Вот мы против этого боремся. Задавать вопросы, когда будет по-другому, когда мы в Ярославле с вами завоюем большинство в законодательном собрании и будем принимать законы в интересах людей и заставим в целом, чтобы в нашей стране тоже законы были другие. Но я напомню 98-й год, когда вот недавно исполнилось 20 лет с того периода. Мы вышли к Северной железной дороге. 24 августа и до 11 ноября там были. 30 тысяч выходило на Советскую площадь. Тогда наши требования вынуждена была власть областная услышать. Правительство области тогда в 98-м году проголосовало за все наши требования. Смену курса. Отставку Ельцина. Смену курса в стране. Отставку Ельцина. Потому что мы с вами 30 тысяч вышло в Ярославле. Но в Москве не было этого. Поэтому власть осталась прежняя, антинародная и законы против людей принимали. Я напомню дальше. 2004-й год, когда они приняли законы монетизации льгот. Мы с вами в Ярославле на вступление в силу с 1 января 2005 года этого закона первыми в стране добились сохранения бесплатного проезда для пенсионеров. Да, только на 2 года. Потому что потом таких протестов не стало в последующие дни. Но мы с вами тогда боролись. Вместе по всем этим вопросам. И сегодня, когда вы задаете вопрос к нам, как к депутатам областной думы и муниципалитета города Ярославля, когда по-другому, отвечаю, когда по-другому в Ярославле будем собираться другими силами, другим количеством идти на выборы и голосовать по-другому, не так, как сейчас, пока Единая Россия смогла все-таки опять себе большинство обеспечить. Я сегодня говорю о том, первое, что мы делаем, второе, слушаю вас, мы слушаем вас, что, какие наказы от вас получить в дальнейшем работать в нашей фракции. Там и там. Пожалуйста, следующие вопросы. Вот насчет повышения пенсионного возраста. Как вот его тоже. Насчет повышения пенсионного возраста. Как его, хоть... Что сделано в этом вопросе и что дальше планирует фракция в областной думе вместе с депутатами фракции КПРФ в, значит, в думе государственной. Первое. 20 июня мною было подано, как руководителем фракции, обращение к тогдашнему председателю областной думы Боровицкому о том, чтобы на ближайшем заседании социального комитета и заседании думы был рассмотрен законопроект, тот, который из Москвы пришел. На комитете не рассмотрели. На думе в повестку дня не включили в июне месяца тогда. После этого было заседание еще в старом созыве комитета и думы. Не включили ни туда, ни сюда. И когда уже принят был закон, когда закон приняли, вступил в силу, они вынесли сейчас на заседание наше обращение. Конечно, они его отвергли, это обращение. Что делает фракция КПРФ в Госдуме сегодня, чтобы изменить эту ситуацию? Ну, референдум зарубили, по которому хотели. Они создали такой механизм, который заблокирует референдум. Второе. Значит, договорились с фракциями. ЛДПФ, справедливая Россия, там нужно 90 голосов или 92, точно не помню, для того, чтобы подписать обращение в Конституционный суд о неконституционности закона, потому что нарушает права людей. Нельзя принимать законы согласно 55 статье Конституции, нарушающие права, ухудшающие права. Что сделали власть? Власть переговорила с Жириновским, и Жириновский сказал, мы не будем подписывать вместе с коммунистами обращение в Конституционный суд. А у нас всего 42 депутата там в Государственной Думе, а ну же 90, или 90, значит, там два голоса, с ЛДПР и со справедливой России хватало. Сегодня этот вопрос обговаривается, но пока Жириновский сказал, я не буду подписывать, ну, о всех интересах, сами судите, такое решение там. Но борьба у нас в этом вопросе не закончится, я хочу сказать, против этого закона. мы с вами сегодня давайте вот на этой встрече вы даете нам наказ, депутатам фракции КПРФ и в Областной Думе, значит, там и Государственной Думе, значит, все-таки добиваться отмены этого антиконституционного закона. Даете такой наказ? Да! Кто за это предложение прошу голосовать? Спасибо! А вот насчет референдума, вот, не то не говорю. Всероссийская стачка, тогда вот вы говорили на прошлом митинге. Теперь о Всероссийской стачке. Вы понимаете, Всероссийская стачка действует тогда, как в 98-м году в Ярославле, когда 30 тысяч вышло на Советскую площадь, тогда Лисицын покинул, будучи губернатором Ярославскую область, уехал, оставил на председательном правительства. Если у нас будет выходить 200-300 человек, это не Всероссийская стачка. Поэтому сегодня многое зависит от того, насколько народ к чему готов. Но! Сегодня у нас все больше и больше народ прозревает. Это губернаторские выборы показали, как сегодня значит, относятся. Сегодня ситуация в стране меняется. Да! Сегодня критикуют КПРФ, критикуют Ярославль, критикуют в стране КПРФ, что КПРФ нерешительна, что она действует непоследовательно. Есть критика справедливая в этих вопросах. Недавно в Москве был и пленум проходил, и совещание первых секретарей, я там выступал на совещании первых секретарей, и критиковал, в чем мы, допустим, недовольны действиями, где-то руководство нашего, еще кого-то в этих предложениях конкретно давал. Но надо понимать сегодня, сколько бы мы не долбали сегодня КПРФ, правильно, объективно или необъективно, значит, пока сегодня большинство на леду не проснется, власть будет продолжать грабить туда. Вот я не знаю, кто может упрекнуть, допустим, нас здесь, в Ярославской области, КПРФ, что мы сегодня боимся этой власти. Вы можете это сделать? Нет, она боится. Вот такой маленький, нас немного, Олеся боится, гадит, да пусть сказали бы, да нам плевать, пусть организовываются. Нет, вот устраивают, значит, побаиваются. Вот задают нам вопрос, почему сегодня в области, в стране, на центральном телевидении, на областном телевидении слабо освещают положение населения. Скажите, а что сегодня освещают хорошо? Я могу сказать, хорошо освещают, как они что-то где-то принимают, ленточку развязают, какой-нибудь туалет открывают, ленточку развязают, это они показывают. Но сегодня они не показывают, значит, сегодня они не показывают ни как сегодня эта хартия счета выставила, какие грабительские. Они сегодня на телевидении не показывают, как эти платежки на село приходят, у них там мусорных контейнеров нет, а платежки им приходят. Они это не показывают. Скажите, вот у нас был с вами вот сегодня 101-го годовщина Великого Октября. Вы здесь видите телевидение? Вот сегодня полиция снимает здесь все мероприятие, чтобы потом решать, а что с нами делать завтра? Не нарушили чего. Что они сегодня еще делают? Они сегодня принимают, значит, думают, как принять закон для того, чтобы, и даже без закона, вот парк мира нам сегодня с вами дали вот в качестве того места, куда, говорят, ходите туда, в парк мира. Они принимают решение профинансировать, установить там камеры слежения, чтобы все были и всех там вот с хорошим разрешением всех заснимали, кто туда приходит. Вот это они снимают. Им это надо. А для чего надо? На это у них деньги. А чтобы все это потом вот слечить, кто с какой там что приходил, кто чего говорил, кто какой, и потом куда в кутузку и кого тащить. Вот на это у них есть деньги. А все остальное сегодня это власть антинародная, воровская, жульническая, как угодно. Эта власть сегодня делает все для того, чтобы народ не знал о ситуации, которая происходит. Для того, чтобы телеящиком кормили. Но сегодня телеящик уже надоел сегодня. Он не срабатывает. И сегодня еще раз говорю, прошедшие выборы и 9 сентября здесь показали, что народ начинает мыслить по-другому. Но пока еще не большинство народа, пока только часть. Потому что 70 процентов не пришло на выборы. Еще по-другому не мыслят. Так как у нас совпал встреча, я поздравляю вас с праздником. Вот это мой флаг с работы, ему 40 лет, с моей работы с советской. А сказать хочу, что вроде нас гнобят, гнобят, а гордость все равно проявляется. Значит боятся. Вот почему не допустить? Да ради бога. Если бы им было нас наплевать, они сказали, да пусть собираются. И обратите еще внимание, сейчас будут, многие со мной не согласятся. Церковь у нас отделена от государства. Ни одна газета без церковных праздников не обходится. Ни один телевизионный день без событий в церкви не обходится. А КПРФ партия парламентская. То есть она закрепленная в государстве. ничего не показывают. Честно говоря, я давно написала такое дурацкое письмо Бабуркину, что нарушаются мои права, я хочу знать, что творится в стране. Ну церковь, я верующая так сама в себе. Вот. Согласны, что так тоже ведь нельзя. Почему? Церковь шла по улицам, им разрешается крестный ход сколько угодно, хоть два часа, хоть три, а 15 минут нам пройти отсюда до отсюда, бояться и гадит, и гадит, и гадит. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня большой праздник и наша встреча с депутатами, коммунистами, муниципалитета и Думы областной проходит знаменательный день. Именно 7 ноября 1612 года Россия освободилась от захватчиков польских. Именно 7 ноября 1917 года Россия освободилась от католицитского рабства и не только русские, а вообще для всего народа мира это праздник. И мы в этот день проводим встречу с нашими депутатами и даем им наказ четко и твердо выполнять все решения которые здесь обозначены, которые выдвинул настоящий трудовой наш ярославский народ. И еще один момент. Как ветеран я хочу сказать, что одному старейшему депутату нашей Ярославской областной Думы Думы исполнился вчера юбилей 70 лет. Разрушите от имени всех собравшихся здесь пожелать ему здоровья, чтобы ее хватило на всю дальнейшую борьбу за права нашего ярославского трудового народа. Счастье здоровья пополучим и давайте проекратно подтвердим это нашим солдатским ура! 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 Я бы хотела сказать еще, что ура! Нужно вот этому человеку и всем, кто сегодня выступает не только сегодня, потому что сегодня он рискует и он подставляется под камеры и уже неоднократные суды вы знаете, поэтому сегодня нужно не просто ура говорить, а поддерживать этих людей, которые готовы рисковать за нас собственной свободой, собственным комфортом и сегодня не только наказы нужно давать, но и помогать эти наказы исполнять и если власть начинает гонения на этих людей, поддерживать их, выходить и требовать сегодня такие, как Петровский, это в том числе и результат нашего пока еще не единения. Нам всем сейчас нужно сплачиваться, у нас один общий враг и к сожалению этот враг сегодня силен, потому что и мы не едины, потому что мы молча самоустраняемся от того, от этой борьбы. И еще Маркс говорил, что народ, массы восстают только тогда, когда сами себе ужаснутся. Понимаете, нельзя говорить, что то, что сегодня творится в нашей стране произошло просто так. К сожалению, оно произошло и при нашем попустительстве. Нам всем сегодня нужно учиться борьбе, объединению и отстаиванию своих прав. Вот сегодня я видела здесь лозунг, что когда все права попраны, право на восстание бесспорно. Так что давайте все вместе все-таки объединяться, объединяться вокруг вот таких лидеров, таких людей, которые готовы сегодня за нас рисковать. Браво, Воробьевы! Браво! 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 Еще одна машина идет.